Привет! Ты на канале Умное Материнство и меня зовут Лара. Сегодня я хочу рассказать о том, как я гуляла со своей малышкой в первый месяц ее жизни. Абсолютно все мамы знают о том, что ребенку полезен свежий воздух. Поэтому после возвращения из роддома домой, все бегут на улицу сломя голову дышать, дышать свежим воздухом. Но никто не думает о том, что на улице грязно, пыльно. Дядя и тети ходят, у которых могут быть вирусные заболевания. Не дай бог он чихнет. На вас не сядет инфекция, сядет на маленькую лялечку, которая еще не окреп иммунитет. Не нужно сломя голову бежать на улицу с коляской, дышать, дышать, дышать воздухом. Показывать, вот какая я красивая родила, вот какая у меня дорогая коляска, вот какой у меня ребенок. Если вы живете одна и вам действительно нужно выйти в магазин, тогда да. Вы же не будете ребенка оставлять дома одного. Вы выходите с ним в магазин. Мы с ребенком вышли на улицу ровно через месяц. Первый раз мы пошли к врачу. Знаю такую маму, которая на второй день после выписки уже вышла на улицу. То есть ребенку была неделя, она уже с ним пошла гулять. Вы что, с ума сошли что ли? С ума сошли что ли? Что это такое? Совсем с ума сошли что ли? Я против таких прогулок, потому что представьте, ребенок только родился. Он не привык еще к окружающему миру вашей комнаты, вашей квартиры. Ему нужно адаптироваться хотя бы пару дней дома. И как же быть? Если хочется выйти с ребенком на свежий воздух, чтобы он подышал, я согласна. Ребенку нужен, конечно же, свежий воздух. Проветривание комнаты это не то. Что же делать? Давайте разбираться. Мы гуляли на этом прекрасном балконе. Во всех многоэтажных домах есть балконы. Пусть это будет либо общий балкон, либо ваш личный. Прекрасная прогулка на балконе в течение месяца. Мы лично так и делали. Заметьте, первый, ни неделю, ни две, а мы так гуляли целый месяц. Как же мы гуляли на балконе? Мы столкнулись с такой проблемой, что у нас не проходила коляска в дверной проем. Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери. У нас она достаточно мощная, огромные колеса, которые снимаются. Но их нужно было обратно вставлять, туда-сюда разбирать. Времени нет. И мы решили с мужем придумать такую конструкцию. Мы поставили два стульчика, на них люлечку. И вот к этой стеночке у нас облокачивалось это все, чтобы ребенок не мог упасть. Первая прогулка у нас была 10-15 минут. Мы вышли, подышали воздухом, зашли в комнату. Там я ее качала, и она спала в своей кроватке. Второй раз на второй день мы вышли погулять уже 30 минут днем, 30 минут вечером. Тоже мы не спали. Поглазели, подышали воздухом и зашли спать в комнату. На третий день я уже ее оставила спать. Продержалась она на балконе ровно 30 минут. Ну, слава богу, хоть 30 минут поспала. Я за это время успела тоже полежать, отдохнуть. На четвертый день мы спали уже час. И уже чем ближе к неделе время шло, мы уже спали по 2-2,5 часа. Качала я ее на руках в комнате, одетую, как на улицу. И потом, после того, как она уснула, я ее перекладывала в люльку, и она спала. Сколько проспит, столько проспит. Проспит час, хорошо, вы успеете помыть посуду, постирать, погладить. Проспит полчаса, не успеете сделать, ничего страшного. Зашли с ребеночком, раздели, поигрались немножко, подкормили, закачали и опять вынесли на балкон. То есть, ребенку постоянно нужен свежий воздух. Ничего страшного в этом нет, если она будет находиться на балконе. Можно прикрыть балконную раму, чтобы не дуло на нее. И все, наоборот, очень удобно. Целый месяц вы можете заняться собой, квартирой, пылью, уготовкой. Периодически я приходила, конечно, проверяла, как она спит. У меня была такая фишка, что дышит, не дышит, дышит, не дышит. У всех мам первое время бывает такое, надо послушать, дышит ребеночек или не дышит. То есть, у вас целый месяц может быть свободный. Вы можете отойти после родов, приготовить покушать мужу. Потому что, представляете, если вы будете постоянно выходить на улицу, туда-сюда, заходить, выходить, заходить, выходить. Ходит, ходит и выходит. То есть, еды не будет, муж такой с работы приходит, а в холодильнике мышь повесилась. Вот, и так вы закачали ребеночка, положили в люлечки, он спит. Если у вас коляска проходит на балкон, так у вас вообще будет все замечательно. Вам не надо будет даже, как мне, заморачиваться со стульями и люлечками. Вынесли коляску, закачали, все, ребенок спит. Вытащили, покормили, положили. Вам вообще будет легче и проще, чем мне. Какие советы хочу вам дать, перед тем, как вы будете выходить гулять с ребенком на балкон? Нужно убрать весь лишний хлам. Убираем абсолютно все, чтобы балкон был чистым и вымытый. Уберитесь на балконе. Обязательно повесьте градусник, чтобы вы знали, какая температура на балконе. Еще раз повторю, на балконе может быть так же прохладно, как и на улице. Даже если он застеклен, стекла не спасают. Особенно, если на улице мороз. Одевайте ребенка тоже, как на улицу. Если вы погуляли с ним первый раз, увидели, что ребенок спотел, тогда можно убрать какой-то элемент одежды. Когда вы оставляете своего ребенка на балконе, обязательно поворачивайте его головкой к себе, чтобы вы видели, как он спит. Потому что все детки первое время спят на боку. И вы должны видеть, куда он поворачивает свою головку. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. И до новых встреч!